в красоте и уюте локации life is strange 2 можно утонуть с головой давайте тонуть вместе ребят в нашем стопроцентном прохождении мы продолжаем я вам всем рад так дэниел сказал что дела у него отстой и мы обещали к нему подойти обязательно подойдем но на все еще раз посмотрим уже утром машин канты дэни он на форс найтс фанашин лапс раппай так та же реплика проверю все так как него и вообще невозможно знать ребят вернемся ли мы сюда или нет вот какая у нас хорошая девочка грибочек ходит все время на улицу гулять в нашем доме не писает так все это мы там посматривали все это нам уже знакомо посмотрите сколько вскрытых банок здесь день это дня мы питались ими так почему то я не могу сюда зайти сейчас это странно но я упираюсь в невидимую стену это очень странно ребят и непонятно вижу только что вещи сняты и в ванну пока нельзя пройти может быть это с чем-то связано попытаемся понять но что у тебя стряслось она не влазит слишком много вещей что за херня ладно но можно прекращая ругаться конечно сам-то ты вежливая так что она спокуха чего тут напихал какого ты не можешь запихнуть в рюкзак всю комнату не бойся тебе поможет супер сильный и старший брат класса круто маа спасибо что он макса ну что мы почти готовы власть машин а где грибочек стил наверное все еще писает пойду посмотрю где она я сейчас наполню бутылки и догоню вас ох я переживаю друзья куда это он так быстро там такая бурная река наверное не нужно было его отпускать но повлиять на это я не могу могу лишь осмотреть еще раз эту комнату вот теперь мы можем подойти к окну и к этому полу развалившемуся шкафу ничего так и в ванную по-прежнему нельзя войти наполнить фляги чтобы взять с собой как много у нас всего прибавилось в инвентаре давайте будем смотреть ну зажигалка пуэрта лобос мы бы уже добрались если бы не пришлось учить дэниеля использовать силу но ее видели и она крутая пенал для карандашей старая книга ночь в лесу нашел в одной из спален наконец-то я смогу ее почитать цветные карандаши я рад что взял их хотя в цвете я рисую хреново плед понятно 2 чайные ложечки 2 банки равиоли это вся еда что у нас осталось на дорогу до бивер крик слишком мало игральные кубики старые игры прикольные и у них никогда не сядут батарейки и письмо броди интересно как там дела у броди где он надо будет при случае почитать его блог надо будет при случае привести мой сайт в порядок и тоже начать вести там блог времени на это катастрофически друзья не хватает но все будет вот вот тут уже еще интересней комикс про хот-дог мэна равиоли старый брезент этот брезент защитит от дождя или снега в пути космолодка крокодиск мех робот я в детстве смотрел этот сериал белобрысый демон пипец жуть и волшебный свиток на котором еще можно писать а вот эта штука и стирать у меня в детстве тоже был такой волшебный свиток так мех робота напомнил мне магитех шагоходы из файнал фэнтези 6 и я недавно начал прохождение файнал фэнтези 6 на канале она просто чудесная а музыка там ребята музыка это нельзя описать словами нет таких эпитетов просто пойдите и посмотрите прохождение файнал фэнтези 6 первого двенадцатого шестнадцатого сегодня был прорыв он остановил летящий снежок плюс тяжелый камень да не или все хуже температуры пока нет но еда закончилась завтра отправляемся в бивер крик так мы находимся здесь и вот они все те документы которые удалось собрать находясь в этом доме их двенадцать а наш путь теперь бивер крик хотя я смотрел и на эти плакаты но они не попадают в материалы наши они лишь могут быть откомментированы шоном так надо бы набрать воды возьмем бутылку хотя наверно не в эту бутылку ее нужно набирать и я не совсем понимаю в какую мы не можем войти сюда наполнить фляги чтобы взять с собой так что-то я стопорнулся в фляге где фляги наливали сюда из фляги грибочку воду окей так надо пополнить запасы перед долгим переходом нам нужна вода это все понятно это ясно но выйти никак такое там красивое утро мороз и солнце может быть что он сделает хотя бы какой-то набросок на память об этом месте может быть в рюкзаке где-то не увидел я может это какой-то баг что я не могу войти в ванную это действительно странно ну давайте посмотрим на эту мучку так тут все тоже вот они стоят фляги но в ванную просто упорно он не заходит как будто кто-то поставил здесь заслон наверное все таки нужно загрузиться с последней контрольной точки и попробовать еще раз так это у нас получается он уже ушел и йоу ребята пустите меня в ванную там фляги это шутка так ну давайте выйдем в меню странно тут только эта глава тогда нам остается еще раз загрузиться feels almost good to be cut off да что ж такое у меня фанаке и с так ммм 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 чтобы переигрывать всю главу сначала не очень хочется честно признаться как ммм ммм так вот эти вещи получили выскательные знаки как-то избирательно как-то это снимает все но так это всегда пополнить запасы перед долгим переходом энергия нам нужна вода я очень хочу набрать воды пустить меня к флягам слушайте это не смешно так взять еще раз мы не можем эту бутылку давайте попробую зайти задом как угодно что приключилось с ванной кто поставил здесь невидимую стену полные папа да ребят прям грустно по всей видимости придется переигрывать весь эпизод я посмотрю из-за чего так могло получиться и конечно же вернусь к вам и как только решу эту проблему то мы продолжим уже очень скоро ну что ж ребят я начал эпизод сначала дошел до этого же момента и скажу вам что нам с вами удалось воспроизвести конкретный баг игры life и strange 2 объясню почему помните когда мы готовили еду и подавали ее был некоторый промежуток времени пока она готовится и вот когда еда готовится то во второй раз когда я проходил игру дэниэль с грибочком забежали в ванную комнату закрыли за собой дверь вот конкретно да что мы не могли войти и начали мыться но когда мы делали прохождение с вами получилось так что я подал еду быстрее чем он зашел в эту ванную комнату и получается что он так забагалась что мы поели преждевременно перед тем как он помылся дверь как-то там автоматически закрылась но вот вот так вот все это интересно получилось так что можно будет сообщить об этом в поддержку свеер и через форму обратной связи в стиме я напишу ему и может даже прикреплю это видео не знаю поймут ли они его на русском языке все-таки забавно теперь я сделал все то же самое только в этот раз перед тем как кушать они помылись он дверь за собой закрыл потом открыл и теперь мы можем сюда зайти так и наполнить фляги водой чтобы взять с собой вот они фляги посмотрим а теперь наполним есть фляги наполненные водой полезны совет интересно они у нас появились в инвентаре так но эти все предметы да понятно а фляги а фляги не в инвентаре дэнеля может настолько пронести их положим окей готова черт куда он делся и вот это вот самое тревожное что было начинает тревожить еще больше найти дэниеля и грибочка дэниел 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 эй ты где дэниел дэниел где он так действительно чудесное утро это правило самое важное занимайся пищу знаешь почему не знаю ведь такую силу я могу нам помочь так это что снова какой-то бак это похоже второй баг мы говорим о том же самым только с нами нет дэниел он гуляет где-то и здесь только грибочек о май гад ребята еще и сохранение произошло да что ж тут баг на баги дэни или нигде не видно позовите его удерживая q и левую кнопку мышь развести огонь в печи найти дэни или грибочка но давайте попробуем пойти второй раз поэтому же сценарию разведем огонь в печи и посмотрим будет ли невидимый дэни или есть это забавно так развести огонь наверно вас уже не получится поскольку и дров здесь нету еды нету так ну надеюсь на улицу мы можем выйти задание развести огонь в печи у нас висит будет ли она с нами до конца игры я не знаю но вот второй баг за одну серию это просто можно премию так тут по моему грибочек сходил премию за оба тестирования разработчиком и square мне переводить я вообще хотел все таки как-то порисовать знаете что ребят не настораживает что нельзя никакой объект осмотреть вообще может быть из-за того что я заходил внутрь разговаривал с привидениями по крайней мере я никого не видел аж он с кем-то говорил все запоролось так он фотографирует инопланетных существ что я теперь не могу вообще осматривать ничего кстати говоря вот самая дверь пора выдвигаться так что за херня тут случилось елки чья это кровь елки мне нравятся вот одна вот вторая третья но чья это кровь и здесь еще следы они уходят куда-то туда бандана не к добру это как ужасно только давайте сейчас еще посмотрим там сразу пойдем к бандане тут что-то не так я не аль где ты так и здесь грибочек уже был но нет надо найти дэни или грибочка грибочек пометил каждый кусточек так чувак что ты делаешь давайте еще будем его звать видите в месте где я уже применял голосовой этот клич нельзя от наверно отойти подальше и позвать еще других местах что-то херня тут случилось канала разбитое эй эй ты что задумал ладно дэни или пойдем с огром все в порядке он просто просто топ я хочу сделать скриншот огра снеговика вот так отлично эй хватит валять дурака лучше сверху также может хребет прижать шон не пугай так нас дэниэль дэниэль шевелись она убила ее убила моего друга окейся ладно послушай отстань от меня не вмешиваться вмешаться хороший здесь опять момент когда нам нужно сделать выбор но если мы вмешаемся мы можем уже отвлечь дэниэля от использования его силы а разъяренная рысь или кто-то там бросится на нас и может нанести вред сейчас мне кажется лучше не вмешиваться ты убила мою собаку черт да не все случилось само по себе что что со мной происходит ты ты просто хотел защитить нас я не тратил и попусту мы фигурить а мы что-нибудь придумаем снова потеря как же жаль грибочка она практически стала членом семьи вот за это я люблю лайфы стрэндж все хорошо я с тобой она способна затронуть сердце эта игра друзья да она Вот. Это лучше сделать тебе. И это всё? Ну... Можешь сказать что-нибудь на прощание. А... Прощай, Грибочек. Ты была очень хорошей собачкой. Я никогда не забуду, как мы с тобой бегали по снегу. И как ты любила свернуться к клубочкам. И... Я никогда не забуду. Никогда. Пытаюсь выбрать наилучший вариант. Спасибо. Мы можем сказать, я так понимаю, это Дэнни. Или давайте поблагодарим его. Это может его немножко подбодрит. Спасибо тебе, Грибочек. Нет, это не Дэнни. На то, что охраняло нас в этом лесу. Мы будем помнить тебя. Шон. Как думаешь, она сейчас в раю? С папой? Ах... Нужно сказать ему правду. Нет. Это все выдумки. Есть только мы. Здесь, внизу. Ясно. Но все равно... По-моему, так нечестно. Знаю, чувак. Знаю, чувак. Но она всегда будет с нами. В памяти. Как папа. Вот что самое главное. Да. Я никогда ее не забуду. Ладно. Дам пора идти. Скоро темнеть начнет. Шон. Мне жаль, что я убил эту кошку. Не знаю, что на меня нашло. Вот если бы я мог... Знаю. Пойдем, дружище. Если бы ты мог... Познакомиться с Макс... Колфрид, она бы отмотала время назад. Ммм. Тяжелый эпизод. Жаль, что нам надо уходить. Так здорово было снова жить в доме. Ну пойдем. Нам пора в путь. А как же мои ловушки? Мы их здесь оставим? Они помогут следующим беглецам. Пока, великие снеговики. Приглядись тут за грибочком. До встречи, пацаны. Немножко не успела сделать криншот. Так, ну мне кажется, можно было что-то нарисовать еще здесь. А может дальше? Мамм. 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 Продолжение следует... Видно, что Дэниэль слабеет. А где-то сейчас, этим утром, в Сиэтле, кипит жизнь. Здесь же, где наши братья, все совсем по-другому. У них теперь своя, другая жизнь. И удастся ли им вернуться к той, что была? Конечно, в полной мере уже говорить о том, что это, возможно, не приходится после потери отца. Но к привычному укладу, которым живет большое количество людей в городах, я говорю об этом. Продолжение следует... Братья вышли к дороге. Может, и попадется какой-нибудь попутный водитель. Было бы здорово. Шон Молочино взял на шею Дэниэля, когда тот совсем устал. Бивер Крик, welcome. Мы дошли до какого-то городка. Как я обожаю эти маленькие провинциальные городки в глубинке Америки. Мы пришли к Дэниэлю. Давно я тут был в последний раз. А когда? Еще до твоего рождения. Иди сюда. Дай-ка на тебя гляну. Клэр любит идеальную чистоту. Папа рассказывал, что она разозлилась, когда он разрешил мне принести в дом снежок. Чтобы мы не выглядели как хрюшки. Дверной звонок ждет, когда наш палец коснется его. И мы сделаем это с вами, друзья, в начале следующей части. Я жду, пока вы поставите лайк и придете, чтобы смотреть продолжение на следующую часть. Субтитры создавал DimaTorzok